Выступает Владимир Владимирович Михайлов, доктор философских наук, астроэнергетика Тигра и Зайца, приуроченная к тибетскому Лосару. Спасибо. Значит, ну, народ, если предусмотрительно разбежался, никто будущего знать не хочет. Все хотят. Ну, и в паркураль, все разбежались. Значит, ладно, значит, я уже выступал по астрологии, значит, сегодня у меня такая тема будет довольно, да, с этой стороны. Значит, тема довольно неразработанная, значит, 21-го, я хотел в прошлый раз выступить, там не получилось, значит, 21-го февраля, значит, наступил тибетский Новый год, Лосар, вот, Ну, приурочен, да, совсем недавно, там, в принципе, они еще до сих пор там празднуют, вот, и я решил разобрать некоторые там аспекты астроэнергетики годов восточного календаря, но они в разных календарях используются, как китайский, как и тибетский. Тибетская астрология, она совмещает в себе элементы китайской и индийской, вот. Вот, ну, как я уже говорил, то новолетие, которое у нас принято официально, там, 1-го января, и, там, китайский год 4-го февраля, они неблагоприятны по энергетике, потому что там зимняя такая темная энергетика, вот, поэтому лучше Новый год отмечать ближе к весне. Вот, ну, китайский Новый год, да, тут можно прочитать, начинается в месяц тигра, 4-го февраля индийский, начинается 14-го апреля, как и финансовый год у британских финансистов, которые не хотят быть бедными и больными, вот, поэтому не празднуют этот официальный Новый год, они отказались от введения вот этого Петровского Нового года, который в Британии тоже пытались им навязать, правда, позже, чем в России, но они его не приняли. Вот, значит, ну, китайский, значит, Новый год начинается в месяц тигра, 4-го февраля, связан со славянской чакрой исток, которая находится ниже Муладара и скандинавским миром Хэль. Вот, он модулирует энергетику физического, эфирного, то есть, в славянской терминологии, жарь его тела. Как и Новый год района зимнего солнцестояния, его тоже можно считать темным навалитием, которое современное человечество с удовольствием празднует, вот, ну, тибетский Новый год, понятно, посветлее, поближе к весне, поближе к весенней, более такой светлой энергетике. Значит, в чем особенности уходящего года и месяца тигра? Ну, это знака, да, можно чуть прокрутить, значит, уникальность знака тигра в том, что это единственный год из 12-летнего цикла, который активирует эфирную чакру Муладару. Вот, эфирная Муладара, это не в физическом теле, вот тут написано, да, дает человека, который устроит грубая пища, устроит грубые условия существования, вот, да, как там с одного индийского сайта взял, и йогурского, точнее, вот, крутите дальше. Да, значит, и она определяет выживание человека, то есть человек сильный эфирный Муладара, обладает огромной жаждой жизни, в лучшем случае, может выжить в немысленных условиях. А жизнь в обычных условиях кажется пресноватой для людей в год тигра, вот, соответственно, при повреждении садизм, изуверство, питающееся энергией смертельного страха живых случаев. Вот, поэтому в годы тигра часто бывают какие-то войны, да, ну вот, значит, идем дальше, значит, знак склонен создавать для нас достаточно жесткие испытания, в том числе посредством войн или массовых репрессий. Я, наверное, немножко там перескочу, вот, психотип знака тигра, он доминировал в Советском Союзе с 1931 по 1956 год. То есть это сразу вот у вас образ создается, да, что это такой, это вот сталинский период, сталинизм. То есть с одной стороны репрессии, войны, с другой стороны год тигра создает уникальные возможности сделать скачок такой в своем развитии. Это мы видели в прошедшем году, что вот в России произошло, это совершенно очевидно. Ну, дальше там, может, будет рассказать, а подожди тигра назад. Ну вот, значит, на физическом плане, что дает знак тигр? Чакра тигра – это маникура, соответственно, физическая сила, крепкое телосложение. Такие люди с удовольствием занимаются спортом, тяжелой физической работой. Вот, чакра спортсменов, путешественников, да, и даже иногда, значит, подчиняет своего хозяина. В общем, тигр получается знак какой-то, физическая маникура, плюс эфирная младара. Это дает телесную волю к изменению базовых биоэнергетических условий своего существования. Все это, конечно, стоп, пока не надо, проецируется на прошедший год. Это я рассказываю, скажем так, слушателям те возможности, которые они, скорее всего, упустили. Вот, то есть это почти никто не понимает, вот, не случайно жить, как только сразу все ушли. И никто не хочет этого знать. Вот, принципиально. Значит, по возрасту знак тигра соответствует возрасту 185-102 года. Ну, это там, куаши я взял, ее там достали. По моей себе модели 102 года. Вот, значит, для современного человека это сложный возраст, в это время люди обычно умирают. Однако тигр, на самом деле, это достаточно энергичный знак. Вот, сегодня это возраст отшельника, которому нужно собрать волю, доделав все дела, подготовиться к переходу в мир иной. Заметьте, в мир иной, то есть это опять же год такой очень переломный. В России психотип тигра доминировал, как я уже сказал, в 1931-1956 год. Вот, заметьте, сам Сталин тоже тигр. Вот, 1878 года рождения, официальная дата фальшивая, 1879 год Зайца. Понятно, характер у него не Зайчий совсем. Вот, характер у нас Зайца не похожий. Значит, с одной стороны, это эпоха войн, тоталитаризма, массовых репрессий. С другой, это давало возможность совершить нечто экстраординарное. Прорыв в развитии общества кардинально изменить его судьбу. Или свою индивидуальную судьбу. То есть, информация-то, она практически приложимая, поэтому никто не хочет слушать, естественно. Вот, и всем надо вот что-то такое там, что бесполезно к практическому отношению. Значит, на этом мы видим в 1922 году, да, то есть резкое изменение политического положения России в мире и внутри страны. Вот, поэтому, кто этого сделать не успел, тот опоздал. Вот, и партию Тибера успешно проиграл. Значит, весна 2022 года, то есть эти события, которые у нас там с украинскими связаны, они имеют глобальное измерение, то есть это глобальный расход в ООН по поводу осуждения России за вторжение в Украину. То есть, около 50 стран Россию не осудили, в результате возник своего рода антизападный блок, в который вошли, соответственно, Индия, Китай, главные там, Иран, Венесуэла, ЮАР, ну и так далее. Там ряд стран, около 50 всего. Таким образом, украинские события приобрели глобальное измерение, что, увы, естественно, не понимают. То есть, вот это вот тот перелом в глобальной мировой политике, в мировой экономике, который произошел в 2022 году, который уже закончился. Значит, следующий тезис в экономическом плане, что означает знак Тибера и Зайца, они входят в блок экономической революции. Вот это мы имеем, получили в прошлом году у себя. Все это достаточно легко наблюдали. Вот, Тигр это знак, в кавычках, реабилитации врагов и, как ни странно, экономического освобождения. Вот, ну, все наблюдали, да, в прошлом году, как там освободились. Много сбежало за границу, там, вроде, да, там, от мобилизации сбежали. Убежали, там, какие-то ушли фирмы из России, да. Вот. Вот такое вот освобождение своего, своеобразное. Вот. А Заяц, что такое год Зайца, который сейчас наступил? Это тоже освобождение, но сопровождаемое с двигом социальной системы. Это вот 87-й год, да, то есть там кооперативы, демократизация, реально Горбачевская перестройка. В военном отношении это год вялый, вот, 1939 год, пример, то есть Польшу разгромили, разделили, и там затишье до следующего года. А вот там следующий, 1940-й, вот там уже война пошла, Вторая мировая по полной, на полную катушку. Идем дальше. Значит, как это с энергетикой связано? Тигр-знак Янский, активный, мужской, связан с каналом Пингала в эфирном теле и движением в теле солнечной энергии, праны. Соответственно, у человека правая ноздря, да, вот как надо по годам и по знакам работать уже с своим телом, и с энергетикой можно отсюда какие-то выводы сделать. А знак Зайца наоборот, это знак Инский, женский, он связан с каналом Ида и движением в теле, лунной праны, лунным дыханием, соответственно, через лунную ноздрю и умственной энергией, но энергии больше такой полушарной, то есть интуитивной. Вот, идем дальше. Это тоже никто не знает. В плане стихий тигра является ведущим знаком европейской, не путайте, пожалуйста, с китайской, потому что китайская это стихия дерева, стихия огня. То есть это год максимальной активности саламандр, в стихии али огня саламандр, но это намекает цвет даже стигриной шкуры. Вот, и поэтому это год такой мощной очень энергетики, кстати, да, вот тигр поэтому на войну тянет, там на какие-то, на подвиги, как говорится, при Горбачёве, например, это подвиг был борьбы с алкоголизмом, там, 86-й год, самый пик. А вот год зайца, это переход к доминации европейской стихии земли, причем-то это самые активные стройки вот этих стихиарей, вот, стихии земля покровители гнома. Отсюда заметное понижение доминирующей энергетики, которые те, кто может почувствовать, почувствовали, и тяга к материальному удовольствию. Что же нам грядущий год зайца, в Японии его кота называют, готовит? По возрасту он соответствует 70-85, и, о чем кваша не пишет, 102-117 лет. Вот, значит, так как год женский и низкий, да, еще там, еще и знак там водяной, да, понятно, энергетика гораздо слабее тигрины и драконий, то есть это года, которые окружают его с двух сторон. Вот, но, с другой стороны, плюс, это уже зона явной весны, потому что на годовом круге, это 6 марта, 4 апреля, пока еще не наступил в китайском календаре, становится теплее, природа расцветает. Вот, значит, на физическом плане, это чакра Сватхистана активизируется в год зайца, значит, проблемы процветания и комфорта. Вот, и сам зайц по своему характеру пенсионер, болтун, сиборит, скептик, любит поболтать, поесть, праздники, бани, курорты, заслуженный отдых, вот, знак Израиля и Армении, поверьте их в вашей замете. Вот, ну и, кстати, вот, обратите внимание, почему люди помирают, дожив, после 102, там, те, кто дожил, достали, это обычно вот чуть-чуть, а потому что резко снижается энергетика после 102 лет. Вот, вообще у нас там, как я уже говорил, публичным людям больше 102 лет жить не разрешается, вот, поэтому все там Эрнст и Юнгеры, там Ганс и Георгий Гадамеры, там, какие-то философы, писатели, кто дожил, вот, они все 102 года помирают. Значит, какое тело дает знак зайца? Дает тело человека, созданного для физической любви, роскошного процветания. Вот, прорабатывает на пляже, да, массажный кабинет, баню, то есть, видите, текст подтверждает информацию из других источников, потому что там из других, а тут-то из другого. Вот, ну, да, идем дальше. Значит, любит нежиться в мягкой кровати с хорошим бельем, там, секс, там, ну, телесное наслаждение, вот, склоняет к телесным наслаждениям. Вот, но с другой стороны, значит, эфирное, значит, да, физическое свадхистана, физическое тело, а эфирное тело – это энергетика, то есть, здесь анахата, вот, она, значит, вкус жизни у человека отбирает, вот, и возникает, это уже, там, более позитивная, наверное, тяга к веганству, вегетарианству в противовес к хищному тигру и дракону, то есть, человек хочет более здоровой, живой пищей питаться, растительной, не хочет убивать животных, то есть, появляется доброта, добрые люди, ну, тут, для которых доброта условия существования, отсюда возникает вот это стремление к разрядке международной напряженности, помните, 1975 год, хельсинский процесс, вот, в быту у человека эфирное анахата, тоже, как бы, не от мира сего, ему, ну, так как, в выделенном виде, конечно, не у всех это активно, потому что некоторые физическим телом живут, люди-то разные, да, кто-то вот, кто на эфирное тело больше ориентировал, значит, неприхотливый аскет, аскет, но эмпатия сильно развита, то есть, вот, эмоционально чувствует, как к нему относятся, вот, эмоциональный человек ангажирован, ситха эмпатии появляется, ситха сферспособность, то есть, чует отношение к себе, других людей, энергетику, даже предметов и событий, то есть, психометрия развивается тоже, практическая информация, когда развивать эти способности, то есть, это же тоже надо иметь в виду, если хочешь, там, обучиться этому, а энергетика-то природная, космическая, не всегда, да, еще не прошло, этому способствует, вот, поэтому надо выбирать в определенное время этим заниматься, да, идем дальше, вот, значит, видно, да, значит, что знак зайца, знак довольно психологический, энергетический, чувствительный, вот, это качество можно использовать себе на пользу, вот, год зайца, это лучший год из 12-летнего цикла для занятий алхимией, очень хорош для йоги, заниматься йогой, психоэнергетикой, вот, и в то же время, сфатхистан и анахата дают стремление к процветанию, к психологическому комфорту, то есть, люди, ну, не хотят, вот, как в год тигра, там, испытывать себя на прочность, воевать, да, вот, вот, понимаете, знак лунной умственной энергетики, то есть, благоприятен для чтения, писательства, обзабейте, изучения истории, кстати, зайц-скептик тоже, то есть, критическое, скептическое переосмысление событий, идеи, концепции погружения во внутренний мир, я это все говорю тоже не, пока, да, не грудите дальше, не просто так, вот, потому что, если не понимаете всех этих вещей, да, то не будет успеха, а так можно прорываться, там, 12 побед одержать по циклу, руны года, солнечная зигель, победа, успех, лунная, солнечная, это физическая, здесь акцент на внутренний, на лунная анзиус, вот, и меркуриальная руна, равновесие ингус, кому надо разбирать, я тут не буду, дальше, 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 вот это надо обязательно сказать, потому что этого никто не знает, такая информация более мрачная, значит, глобальные календарные циклы, с 21 марта 2017 года, 36-летка Сатурна, увы, это очень плохо, вот, обратите внимание, в рамках этой 36-летки, годы Сатурна, 2020 год, то есть, вот это вот глобальная пландемия, вот, 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 это, двойной Сатурн, вот это оно, вот что это такое, значит, комментировать особо не буду, все, я думаю, понимают, год Марса, 2022, да, тоже сработало хорошо, да, вот, и я написал, там, какие дальше, там, 20, годы Сатурна, 27-й, 2034, 41-й, 48-й, значит, активизация социальных ограничений, свобода репрессий, и, соответственно, годы Марса, это вот негативные я выделил, вот, ну, мы уже почти закончили, да, 2023 год, это год Солнца, то есть, он благоприятный, то есть, на фоне сатурнянской энергетики растет выносливость, укрепляется внутренний стержень, вот, независимость, нон-конформизм, вот, да, способность к самонаблюдению, осознанность, ну, то есть, благоприятно, вот, в худшем случае может развиться пессимизм, трусость, разочарование, вот, на этом мы, да, закончили, все, я там уложился, значит, спасибо за внимание, если какие-то вопросы есть у присутствующих, то здесь можно... А тигру как себя вести? А вот год тигра, поэтому, а там будет интересно, год тигра как себя вести? Ну, как... Спокойно, это гармонично. Как себя вести? Сейчас, подождите, дело в том, что тут вот эти года, тут вот еще надо что-то сказать, значит, дело в том, что, значит, это двойки там еще есть, помимо динарных годов, там есть пары в этом восточном календаре, это, кстати, у древних греков было у них, там, этот год Диониса, так, двухлетка Диониса, там, Яны, значит, дело в том, что, значит, заяц это фактически как, ну, жена или женщина тигра, понимаете, да, то есть это вот, они близки по энергетике, вот, то есть, вот здесь вот надо, я думаю, на это акцентировать свое внимание, то есть здесь вот, в общем, для тигра работа женской энергии, это год работы женской энергии, вот какой акцент именно для тигра. А так надо, я думаю, стараться вписываться вот в эти года, чтобы было там, ну, 12, как там есть, 12 подвигов Геракла, чтобы у вас было там тоже вот 12 побед одержать, 12 выигрышей партии по циклу Юпитера, и тогда будет вам счастье. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.